Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, недельная глава Шмени. Одна из самых печальных глав, рассказывающая о смерти Надавы Авигу. Хотелось бы что-то начинать с хорошего, но, к сожалению, к сожалению, мы видим, что происходит. Обратите внимание, сейчас люди все больше и больше ждут, что закончатся выборы в Америке. Люди хотят выбрать лидера, который за них решит все проблемы. Ничего не надо делать. Обратите внимание, с чем связывают люди улучшение ситуации. Выберут вот этого, вот этого. Надо только правильного выбора лидера, и все изменится. Самим делать ничего не надо. К сожалению, это не так. Человеку свойственно стремится к стабильности, он хочет твердо знать, что принесет ему завтрашний день. Так вот проблема. Завтра зависит от нас. Завтра зависит от того, как ты поступил сегодня. А человек хочет завтрашний день идеальный, но как он поступит сегодня не имеет значения. Обратите внимание, вот МАН нельзя было накопить впрок. МАН выпадал только на один день. Почему? Это как вера. Человек должен понять, что только выполнение вот того, что говорят Всевышний сверху, вот только эта инструкция приведет к успеху. Вот тогда получится светлое будущее. От того, что выберем Васю, Колю или Аарона, там, это не всегда много меняется. Единственное, что утешает, сказано, что все больше и больше признаков того, что мы находимся действительно уже в конце перед приходом Машиаха. Написано, что перед приходом Машиаха будет поколение с лицом собаки, и страной Израиля будут руководить потомки, вот это Эрефраф, людей, не имеющих отношения вообще с душами черными. Вы знаете, вот сейчас, когда народ, например, Израиля в самой сложной ситуации нуждается в молитвах, в постоянном связи с Богом, установлением и улучшением, что всегда спасало народ, принято беспрецедентное решение, на мой взгляд, с какой-то такой, знаете, циничным издевательством, богат высший суд справедливости, такой есть в Израиле, приняло решение, и Ешивы будут лишены теперь финансирования, то есть дети не смогут лечить Тору. Я думаю, что это катастрофа выше любого там Хамаса в сто раз умноженная, потому что написано, тысячи примеров есть того, что когда есть связь между народом Израиля, особенно когда дети учат Тору. Когда был Пурим, когда было вынесено решение об уничтожении, вышел Аман, написано, увидел, что дети учат Тору и так далее. И вот сегодня принимается такое решение. Что это означает для нас? Для нас это означает одно, что есть еще колоссальный прорыв, пробоина, так сказать, вот в этой вот, в духовной плоскости. Значит, каждому надо взять еще три минуты занятий. Не надо там горы сворачивать. Добавьте что-то в духовности, добавьте хоть пару слов. Для того, чтобы родились великие люди, должны быть великие деяния. Вот мы начали готовиться к Пейсах, вот 30 дней. Я вам расскажу, Майсу Воскресную, о том, как Бог принимает решение о рождении, например, великих людей. Был такой человек, великий человек, его знали, Раб Хайм из Черновидца. Это великий праведник. Как он родился, расскажу. У него был сын, отец Шлойм. Раб Шлойм очень зарабатывал на жизнь, держал у помещика большую мельницу арендованную. Он все это изготавливал из пшеницы водку, продавал мужикам и так далее. Это служило источником дохода. И каждый год перед Пейсахом он приезжал в город, где заранее продавал Равину весь Хамин. Знаете, когда подписывают такая бумага, которая включала все его хозяйство, весь его дом, оборудование там и так далее. А также амбар с запасами и так далее. И вот он приехал в город, и тут в этом году Равина не застал, и оставил своему знакомому доверенность. Попросил продать, тот сказал, хорошо. В Холямое, Пейсаха, то есть после первых дней, приехал в город, случайно встречает того знакомого. И по смущенному взгляду он видит, что что-то происходит. Он говорит, в чем дело? Он говорит, я забыл, и хамец не продан. И он вскочил в телегу Рэп Шлойма, помчался домой, держится за голову. Домашним сказал, что сейчас будет великое миц о уничтожении Хамца. На Пейсах у них все закрыто, запасы ведь все его владения находятся. Они накрыли праздничный стол такой красивый, далеко в стороне от дома. Пригласили музыкантов. После этого Рэп Шлойме обложил амбар в винокольнюю лавку сеном. Произнес благословение на уничтожение Хамца. И поджег его. Поджег, потому что он не мог делать этим. Так произошло. Играла музыка, они сидели за праздничным столом. И видели, как огонь пожирает весь его достаток, в том числе и дом, который находился рядом. И невозможно было спасти. Бочки начали лопаться с водкой. Мужики прибежали, деревня гуляла уже, как понятно. Музыка там со всех сторон. И так сгорело. Его выгнали, конечно, на следующий день его избил помещик, выгнал. Все это понятно. Но через год родился у него вот этот вот сам Рабихайм, который стал великим праведником из черновцов. Бог видит человека внутри. И поэтому сегодня, вот именно сегодня, тот случай, когда надо посмотреть внутрь себя и сказать, что я могу сделать еще, чтобы помочь Богу очистить этот мир от той грязи, которую мы нанесли. Брахава Аслаха. 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 Продолжение следует...